здравствуйте дорогие друзья гости моего канала сегодня будем засаливать просаливать это грудинку для горячего копчения горячее копчение кстати буду делать маските тоже недавно я курицу делал сейчас буду делать грудинку горячего копчения маските пока погода хорошая жарко на улице так что можно делать температуру держит как снаружи поревать коптя ну так и изнутри мы подарили так но такая угрожит какие-то кусочки кусочки с косточки скiny с кресить с крящёками прям с костью скрячик и так она будет меня солиться такие Вот кусочки, здесь у меня 4 кусочка 4 кусочка, чуть больше 3 килограмм Буду солить в рассоле Сейчас сначала делаем рассол Водичка бутилированная Чистая На каждый литр Соответственно этого рассола Растворяем 50 грамм соли нитритной И 10 грамм сахара Отправляем Ничего не кипячу, вот как в бутылке 5 литровке была вода Вот так я ее, так сказать, и налил сюда Добавляем Теперь добавляем следующие ингредиенты Опять же На каждый килограмм продукта имеется Ведущие следующие ингредиенты Здесь у меня получается 3 литра сола И чуть более 3 килограмм грудинки Соответственно Надо получается на 6 килограмм Рассчитывать Ингредиенты Если Нитритная соль и сахар Просто на литр воды 50 грамм соли И 10 грамм сахара То остальные ингредиенты На каждый килограмм рассчитаны Соответственно берется Ацетат Ацетат натрия 1 грамм Эритробат 0,5 грамма И цитрат 4 грамма Цитрат натрия Все, и вот это все сюда же отправили Больше ни специй, ничего Я не буду сюда добавлять Никаких специй Вот эти вот любимые ешки Все там А, химии на баху И так далее Ну без химии никуда Ешки они вкусные Все, сейчас полностью растворяем И погружаем сюда грудинку Все, получается вот такой рассол Отправляем Грудиночку И отправляем в холодильник На минимум На двое суток Но я буду держать трое Трое суток В холодильник Там кость Там Так сказать Эти Хрящики и так далее Поэтому я буду солить трое суток Не было бы костей и хрящиков Солил бы Двое суток А как трое Ничего с ней не случится В холодильник на нижнюю полку Температуры Низкие Для засолки Все, отправляем в холодильник И через три дня Начинаем готовить Уже непосредственно В коптильнике Так, ну прошло трое суток Как я засорил грудинку на кости Такая вот она просоленная Грудиночка Сейчас что делаю Промываю теплой водой Комнатной температуры Делаю небольшую Обвязочку Ну так, чтобы просто Небольшой так Повесить, чтобы она висела И все И пойдем покоптим Будем готовить Вот такая грудиночка Огонь Просоленная Так, ну сейчас узнаем Общий вес Перед термообработкой 3 килограмма 92 грамма Небольшую обвязочку Можно в сетку Какой-то делать Я обвязывать буду Так, небольшая обвязочка Просто повесить ее вот так Коптиться Коптить буду в коптильный москит Без всяких швсов, усушки И так далее Это все лишнее Это Не знаю Кощунство Издевательство Над продуктом Усушка При горячем копчении Влажность Вообще Роли Я имею в виду Влажность в помещении И так далее Любой термообработке Там рыбы Мясо Да В помещении Влажность Вообще Роли Именно горячее копчение Никакой не играет Там, блин Для горячего копчения Сушители воздуху покупают Что только они делают У меня коптильный На улице стоит На улице Сейчас температура на улице Сколько там 18 градусов И при 18 градусах Этих Я буду готовить Проводить термообработку В этой коптильной моске Без всяких усушек Десяти Там Двадцати процентные Усушки А еще там Эти все продают Нифига там Людям Головы там Морочены Как говорится Наверное Безлохая Жизнь плоха Технологию Копчения На моските От пятнадцати тысяч Научу Разработаю Цех Почитал Викибедию Человек И начинает Продавать Элементарные Элементарные Рецепты Которые Не знаю Бабушки Дедушки В деревне Всю жизнь Делали Ищут Лохов Блин И продают Им эти Рекомендации От Пятнадцати Тысяч Не знаю Ни норм Санпина Я имею в виду Если Прям на продажу Делаю Я делаю Для себя Для дома Для друзей Для близких Мне по барабану У себя На кухне Вот руками Это все Мне вообще А так Не знаю Ни норм Санпина Ни этих Ни тех Регламентов Которые должны Соблюдаться При производстве Того или иного Продукта Что можно Что нельзя И это все В пятнадцати тысяч Технологию Продают Я прям Блин Людей Разводят Москити Там Только так Прям реально Прям лохов Ищут И разводят Сушитель воздуха Нужен Для поддержания Сухого помещения При Вялке Продукции Холодного Копчения Продукции Вялка Продукции Рыбы Там Не знаю Мясо Вяленое Сушеное Сушеное Вяленое Но никак Не для Горячего Копчения И так Далее У меня вот Идан уже Ролик вышел Все видели От чего Влага Там хоть Продукт будет Пересушенный Тысячу раз Все равно Эта влага Будет В коптильне Потому что Проводится Неправильная Термообработка Продукта От слова Совсем Влагу Влагу Надо запечатывать В продукте Чтобы продукт Оставался Сочным А чтобы Запечатать Влагу Надо сушить При повышенных Температурах 60-70 градусов При этих Температурах Влага Запечатывается Внутри Продукта И продукт Остается Сочным В данной Коптильне Варка Не предусмотрена Продукт Получается Копчено Запеченный Копчено Жаренный Но никак Не копчено Вареный Пар Подается Не для того Чтобы ускорить Термообработку Продукта И так далее Чтобы он был Более сочный А чтобы цвет После копчения Цвет становится Более насыщенный Чем дольше Она находится В этой влажной среде 80-90% Влажности В коптильне Тем цвет Становится Насыщеннее Пар подается Не во время Копчения А после Копчения После термообработки Дальше доводится Паром до готовности В продукт Все 15 тысяч За технологию Производства За технологию Производства Работы На Коптильный Москит Это Я не знаю Это Надо Так Людей Разводить Особенно Эти Самоучки Колбасники Колбасники Которые Тоже пытаются Развести Людей Но опять же Это все Это все Это все Связывалось Москитом Ладно Все Обвязали Пошлите Повешаем В коптильню И будем Отеплять Отепление Сушка Прожарка С дымом Доведение До готовности Все Это Элементарные Четыре Так сказать Этапа термообработки При которой Получится Продукт Идеальный Вкусный Ароматный Без всякого Так сказать Электростатики И так далее Вбивания Дыма В продукта Без всякого Вбивания Дыма В продукт Так Ну вот так Грудинка У меня будет Располагаться В коптильне Без всяких ШВС Сразу Отправляю В коптильню После обвязки Щуп Первый щуп У меня Нагрев Так сказать В грудинке Второй щуп Контроль Температуры Сейчас Ставлю температуру В коптильне 45 градусов При 45 градусах Довожу Отепляю 20-23 До 25 градусов До 20 Уже Будет Достаточно 45-25 В среднем Вот так вот Идет Отепление Сейчас У меня Сколько У меня Сейчас 12 градусов Соответственно При 45 Отепляем Все Коптильню Закрываю И на отепление Напоминаю Никаких ШВС Мяса Потери Там Веса И так далее Высушить Усушить Горячее копчение Не требуется Вот Вешаю Все в коптильню И начинаю Готовить Продукт Соответственно Время Тоже Его Застек Сколько Он будет У меня Готовиться Рецепт Технологию Производства Они продают Наоборот Я не москит От 15 тысяч Стоит Работа Я им Технологию По изготовлению Рулей Это Каких-нибудь Там Напитых Я имею Курагой Черносливом Чем там Колбаса Неизвестно Какая Также Рыба Вся Пожухшая Шагревая Кожа Я имею Ввиду Холодного Копчения С Этим Сокисшим Жиром Вот Такие Вот Они Проподают Курсы И они Стоят От 15 Тысяч Именно При Производстве Коптильни Продукта В Моските Народ Соба Сошел Лохов Ищут Разводят Только Так А Ну Сейчас Новый Тренд Пошел Надо Покупать Коптильню Больше Больше Чтоб Потом Так Сказать Не Это Больших Объемов Чтоб Потом Не Пожалеть Да Не Пожалел Я Уже Пятый Год На Коптильне Мне 25 Килограм Которые Заявленные Она Если Выполнять Все Правильно То Она Оправдывает Себя И Окупает Так Быстро Не Надо Там Здоров Коптильни С них Еще Больше Геморроя Будет Самые Оптимальные Коптильни Которые Еще Более Менее Работают Это Десятка Двадцать Пятка Но Еще Полтинник Все Что Выше Это Вообще Это Просто Геморрой С людьми Общаюсь Что Только Не Творится В этих Коптильнях Такой Геморрой А Еще Людей Разводят Потом Ладно Все Отепляем Вот Это Красивое Сало Красивую Грудинку Отепляем И На поддон И На Саму Коптильню На Ее Сухость Сейчас Полностью Совершенно Сухая Так Ну Все Продукты Отеплил До Двадцати Градусов Буквально Ты Занял У Меня Сорок Сорок Минут Сорок Три Минут Сорок Пяти Минут С Тринадцати Градусов До Двадцати Двух При Сорок Пяти Градусов Все Повышают Теперь До Шестидесяти И При Шестидесяти В среднем Довожу До Сорока Но Надо Смотреть Визуально Это И Будет Сушка На Ули Сейчас Коптильная Улица Вообще Я не знаю Какая тут Влажность На Улица Вообще По Барабану Эту Влажность При Горячем Копчении В Коптильной Мы Влажность Обеспечиваем Сами Хоть Вокруг Коптильной Будет Влажность Некуда Выходить Соответственно При Сушке Будет Терри Открытая Я Спокойно Открываю Коптильню Температура Так Сказать Так Остается У мяса Такая Сколько Достигнуто Сейчас Коптильня Наберет Температуру Буквально За Десять Минут До Шестидесяти Шестидесяти Пяти Грасса При Этой Температуре Начинаю Сушить Продукт До Сорока Средним Лаковая Корочка Можно Сказать Должна Появиться И Как Заметьте Коптильня Вся Сухая Поддон Коптильня Вся Сухая Все 65 В среднем До Сорока Градусов Внутри Продукта При Этом Я Щелку Так Двери Оставляю Был бы Шибер Стоял бы За место Тачка Дыма Большим Димодиаметром Я Просто Открыл бы Шибер Время Сушки Вся Влага Спокойно Выходила Был бы С Коптильней Так Как Дверь Открыта Сейчас При 60 Градусах Вот Этой Будет Сушка И Еще Раз Говорю Пофиг Какая Влажность Вокруг Коптильней Вокруг Коптильней Это Горячее Копчение Мы Влажность Обеспечиваем Коптильней Сами Ну Вот Прошли Еще Полтора Часа При Температуре 60 65 Я Коптильня Вся Сухая Такая Красивая Грудинка Лакированная Корочка Все Полтора Часа У каждого Это Может Парироваться По Времени По Разному У всех Разные Куски У всех Разные Коптильни И так Далее В моем Случа Занял Это Полтора Часа При Температуре 60 65 42 Опять Определяется Визуально Это Может Быть 38 Градус Внутри Грудинки А Может Быть И 45 Все В Зависимости Какая Грудинка Какой Состав Сколько Мяса Сколько Сала У меня Сейчас 42 Вот Такая Красивая Грудинка Все Сейчас Поднимаю Температуру До 95 Во Время Подятия Температура Уже Начинаю Коптить И При 95 Градусах Копчу В течении 40 50 Минут Будет Вполне Достаточно Ну А дальше Уже Будет Прожарка Доведение До Готовности Продукт У нас Получается В этот Коптильник Копчено Печеный Или Копчено Жареный Но Никак Не Копчено Вареный Все Коптим Вот Такую Сухую Без Всякого Швейса Без Ничего Сухую Красивую Груди Ну И Копчение Конечно Будет Без Статики Без Всякой Статики Просто Подача Дыну Будет Коптиться В течении 40 50 Минут Больше Не Надо Смысла Нет Посмотрите Какая Она Будет Красивенькая При Температуре 95 Градус Ну Что Друзья 50 Минут Копчения С Постоянной Подачей Интенсивного Дыма Температура В грудинке Уже 62 Градуса Сейчас При той же Температуре Буду Доводить Уже До Готовности Красота Коптильная Сухая Поддон Все Довожу До Готовности Ну Что Друзья Вот И Закончил Довел До Готовности До Готовности 70 Градус Можно До 69 Доводить Я Доводил До 70 Вот Такая Грудиночка Получается Так Сейчас Уже Темно Коптить Я начал 3 3 Часа Где-то Ну Я Готовю Там Сотепление И так Далее Сейчас Уже 15 Седьмого Вечера Получается 4 Часа 15 Минут Она Какого-то Обвеса Какого-то Жира Больше Какого-то Мяса Больше И так Далее Так Что Время Готовки У всех Будет По-разному Где-то Будет И 3 Часа За 3 Часа Готово А где-то Будет Она И 4 Споловина Часа Готовится У меня На 4 Часа К До Готовности Так Поддон Вот Такой Поддон Вот Там Чуть Чуть Жирок Капает Чуть 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 Совсем Вот Она Грудинка Коптильня Видите Вся Сухая Вся Сухая Коптильня Вот Две Это Вот От Дыма Так Свет Лак Вот Так Вот Так Грудиночка Все Сейчас Прям Коптильня Я ее Оставляю Вот Так Вечер Прохладно Она Сейчас Отвестится Так Свет Остынет И после Этого Уберу В холодильник И завтра Уже Будем Ее Разрезать И кушать Вот Эту Грудиночку Сейчас Отлежится Она Цвет Прям Наберет Будет Аж Коричневая Коричневая Сейчас Конечно С фонариком Это все Отсвечивает Но Если Смотреть Глазами Не Камерой То Она Прям Золотая Грудинка Остыла Сейчас Я Отправляю В холодильник На ночь Длина часов Она Будет Лежать У меня Просто В холодильнике Ну а дальше Уже Достанем И будем Ее Кушать Так Ну вот Грудинка Готова Ночку Она Отлежалась В холодильнике Вот такая Грудиночка Очень ароматная Вообще Обалденная Сейчас же Конечно же В первую очередь Мы взвесим Потери Посмотрим А потом Уже Будем Разрезать Включаем Весы Ставим Тару Обнуляем И Кладем Грудиночку Я там не вижу Какой вес Сейчас Сейчас посмотрим Сколько там вес Получился 2708 2708 Сначала было Почти 3100 Соответственно Мы потеряли 400 грамм Получается На скилограм Мы потеряли В среднем Где-то 130 135 грамм Соответственно Это без Без всякой усушки И так далее И я имею ввиду Перед копчением Там 10% усушки И так далее И тому подобное Если бы конечно Мы сделали усушку 10% А потом Отправили на термообработку То считаю Потери Было Наверное С килограмм Грамм По 300 И более Соответственно Вот Вот она Грудинка Потери Получается 130 грамм Где-то С килограмм Эта Грудинка Не шприцевалась Не инъектировалась Ничего Не всякими Гелеобразующими Агентами И так далее Просто Солилась Соль Сейчас конечно же Мы ее Разрежем Одну грудиночку И посмотрим Что там у нас На срезе И посмотрим И попробуем Обязательно На вкус Давайте возьмем Самую большую Вот эта самая Большая Вот он С ребрышками Ниточки убираем Полностью на нитке убрать Ребро Ребро Надо же снять Ароматное А вообще Аромат Стоит Обалденный Без всякой Статики Без ничего Ребрышки Ребрышки Можно С пивком Погрызть Ребрышки Убрали Нарезаем Огонь Грудинка Что можно сказать Это просто бомба Очень вкусная Грудиночка Прям Обалденная По соли Все отлично И по соли Отлично И вообще По консистенции Отлично Вот только Со шкуркой Беда Шкурка Соответственно Мясопромка Если был бы пар Можно было сварить на пару Она была бы мягкая Так она конечно Как стекло Ну ничего страшного А так Очень вкусная Очень ароматная В то же время Она сочная Она не сухая Ничего Именно сочная Вкусная Грудиночка Так что Всем приятного аппетита И на скорой встречи Пользуйтесь рецептом Ничего сложного Никакая влажность Вокруг коптильни Не влияет Мы в коптильни Создаем Я имею ввиду Горячее копчение Мы в коптильни Создаем Сами Сами влажность Сушка и так далее Коптильня как вы видели Вся сухая Жира Минимум на поддоне Все получается отлично Это вот сало Грудинка Казалось бы Там должно жира быть По всей коптильни Да Если прям высушить 10% И потом начинать Там подмельченные подъемы И так далее То там будет жира Воды И там поток будет Соответственно Если делать все правильно То Никакого жира Ничего не будет А те учителя Которые там Так сказать Присостались в группе Там к одной группе И развод людей На какие-то Якобы технологии Приготовления В коптильни Маски Там же в инструкции Все написано В инструкции Инструкция Это святое В инструкции Все написано Как правильно Делать продукты И так далее А там умудряются Люди еще научить Работать на маските Там же ребенок Даже может справиться С этой коптильной Оказывается нет Надо заплатить деньги Чтобы научиться Работать на этой коптильне Всем удачи Всем добра Еще раз всем приятного аппетита Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok